Я иду к людям, которых мне нужно как-то склонить на свою сторону. Вы думаете, что если я приеду в какой-нибудь поселок развития или бедный район и прочту эту лекцию о религии, вы думаете, меня выслушают? Сначала вы должны привлечь их на свою сторону эмоциональными методами, и только потом они начнут понимать не эмоции, а Тору. Я живу в реальном мире, и этот мир не какая-то религиозная школа для взрослых. В такой школе можно сесть и поговорить об идеальном мире, но поверьте, я сидел в такой школе 6 лет, и это было приятно, но в реальном мире евреи страдают, и вам приходится жить в этом мире. Я бы хотел изменить этот мир, но в то же время я живу в этом мире. Почему евреи из города развития, которые даже не смотрят в сторону Мавдаля, Агудат или Дегельхатора, почему этот же еврей обожает меня? Он говорит мне, ты мужчина. Почему? Потому что я говорю ему то, что он хочет услышать, и если он меня любит, то со временем он примет от меня и шаббат. Он никогда не примет шаббат от других раввинов, но если он его когда-нибудь примет, то от меня. Потому что я прихожу в его трущобы и говорю на его языке. А на каком еще языке мне говорить? На языке Торы, что ли? Я бы очень хотел этого. Я бы очень хотел говорить о Торе, и чтобы он выслушал и сказал, отлично, вы правы. Но так не получается. Сегодня мы платим трагическую цену за то, что с ним сделали 40 лет назад, а ортодоксальные евреи ничего не попытались исправить. Вот в чем трагедия. Что, вышло время? Жаль, мне сказали, что закончилось время. Шалом. Большое спасибо, Раби Каханы. Если кто-то желает присоединиться к нам в создании здесь группы поддержки движения КАХ, встретимся после обеда.